Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу, что Он по Своей милости позволяет нам снова находиться вместе в Доме Божьем. Господь по Своей любви и милости проливает нам жизнь, благословляет нашу страну. Мы можем свободно собираться сегодня вместе и поклоняться Ему, не переживая, что нас кто-то будет преследовать за нашу веру. Хотя есть много стран, где христиан преследуют и уничтожают. Они нуждаются в наших молитвах, чтобы Господь помог им оставаться верными Ему. Также нам нужно не забывать молиться за руководство нашей страны, чтобы Бог дал им мудрости и страх Господень. Один из очень хорошо известных людей, именем Джон Ньютон, когда-то активный участник жестокой торговли рабами в Атлантике, столкнулся с изменяющим жизнь милосердием Бога. Во время опасного шторма в море, который, по его вере, пощадил его жизнь и повел его по пути трансформации и искупления. Ньютон отказался от работорговли, стал пылким аболиционистом. Это означает, что он стремился положить конец практике рабства и англиканским священникам. По-английски это слово «abolitionist». It's a person who wants to stop or abolish slavery. Ньютон также написал «Amazing Grace». Это гимн, воплощающий темы искупления и божественного милосердия, стимволизирующий глубокий переход от милосердия, от постраданий ко страданий и к стороннику свободы и благодати. Его путь от морального банкротства к освобождению отражает и безграничное милосердство божественного, резонируя с темами глубокого милосердия и эффективной природы путей Бога. Сегодня я хочу с вами поговорить об истинном покаянии. Давайте вместе откроем и поразмышляем над текстами священного Писания, записанных в книге пророка Исаии, 55 глава, 6 по 7 стих. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 по 7 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслов свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Итак, мы с вами прочитали призыв пророка Исаии, к израильскому народу. Исаия записал эти слова, когда Израиль был в вавилонском пленении. Бог через Исаию не только утешает свой народ, но и указывает на то, что должен делать Божий народ, чтобы освободиться от пленения. Но главное, на что обращает пророк Исаия внимание, это на духовное состояние израильского народа. На самом деле, духовное состояние израильского народа на тот момент было не на самом лучшем месте. Их боготступничество и послужило причиной их пленения. Так было всегда на протяжении всей истории Израиля. Когда Израиль возвращался к Богу, то у них был мир и процветание. Всякий раз, когда они уходили от Бога, Бог посылал на них войны и бедствия. Поэтому Бог через Исаию обращает их взор на их сердце. Народ в своем большинстве находился в плену греха. А это гораздо серьезнее проблема, чем вавилонский плен. Господь через пророка Исаия призывает Израиль к истинному покаянию. Ведь только истинное покаяние может по-настоящему произвести перемену в сердце. Дорогие братья и сестры, истинное покаяние нужно было не только израильскому народу в то время. Истинное покаяние необходимо и современному Израилю. Истинное покаяние также необходимо всем людям, живущим в этом мире, независимо от надзи цвета или кожи. Проблема многих современных людей заключается в том, что они вроде бы каются пред Богом, но их покаяние зачастую оказывается совсем бесплодным. Итак, давайте снова обратимся к тексту и посмотрим на то, что значит истинное покаяние. Истинное покаяние начинается, во-первых, с поиска Бога. Обратите внимание на шестой стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Мы причитали с вами очень интересный стих и очень интересные слова. Исай говорит «Ищите Господа». Здесь он призывает к активному действию, что Израиль предпринял определенные шаги по отношению к Богу. На первый взгляд может показаться, что здесь противоречие по отношению к другим текстам священного Писания. Например, в послании к римлянам 3 глава 11 стих. «Нет разумевающего, никто не ищет Бога». Есть много других текстов священного Писания, которые говорят о том, что инициатива спасения грешников в руках Бога. Но здесь Исайя призывает «Ищите Господа». Как же совместить данный текст с другими текстами священного Писания? На мой взгляд, ответ находится очень рядом, а именно в следующей фразе. Посмотрите «Ищите Господа». И после этого Исайя говорит «Когда можно найти Его?» Что это за время, когда можно найти Его? На мой взгляд, это когда Господь находится очень рядом. Это когда Он Духом Святым стучит в сердце грешника. Это когда Божий голос звучит очень близко через проповедь, через Его Слово. Иногда Господь разговаривает через определенные обстоятельства, через горе, болезнь или утрату. Это то самое время, когда Его можно найти. Это то самое время, когда Он очень близко. Это самое время, чтобы также искать Господа. На самом деле, когда в жизни человека все идет хорошо, зачастую он не способен искать Господа. Почему? Он не видит в этом нужды. Даже наоборот, очень часто человек присваивает себе все его успехи. В русском языке есть поговорка «Как тревога, так до Бога». Так устроен человек, что для того, чтобы искать Бога, ему нужна тревога. Дорогие друзья, ищите Господа, когда только можно найти Его. Может быть, вы сегодня проходите через трудности. Может быть, вы сегодня в то время, когда вам нужно искать Господа. А может быть, наоборот, у вас все хорошо в жизни, но совесть ваша не свободна. Это то самое время вам искать Господа. Друзья, ищите Господа, когда только можно найти Его. Истинное покаяние начинается с поиска Бога. Но не только это. Истинное покаяние заключается, во-вторых, призвать Господа. Обратите внимание на вторую часть шестого стиха. Призывайте Его, когда Он близко. Господь очень часто посещает человека, как мы уже сказали это раньше. Иногда через болезни, через переживания и утрату. Иногда просто через Своё Слово Он посылает Духа Святого обличать человека во грехе. Исайя говорит, что это то самое время, когда нужно призывать Господа. Господь через апостола Павла говорит в Римлянам 10, 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Справедливый вопрос может возникнуть у нас. Почему же многие люди не призывают имя Господне для того, чтобы спастись? В следующих стихах этой же главы апостол Павел продолжает. 14 стих. «Ну как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Здесь апостол Павел показывает своего рода цепочку обращения. Он говорит, что для того, чтобы призвать Господа, нужна вера. Но для того, чтобы зародилась вера, нужно услышать Божье Слово. В другом тексте в Римлянам 10, 17 стих. «Итак, вера отслышания, отслышание от Слова Божия». Дорогие друзья, особенно те, кто только на пути к Богу. Читайте Божье Слово. Слушайте проповеди. Чем больше вы будете соприкасаться с Божьим Словом, тем быстрее возрастет ваша вера. И тогда только с верой вы можете призвать имя Господа. Помоги вам, Господь, в этом. Но не только это. Третье. Истинное покаяние заключается в том, чтобы оставить нечестивый образ жизни. Обратите внимание на седьмой стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». Иногда люди каются, но, к сожалению, духовные перемены не проходят в их жизнь. Почему же это происходит? Очень часто из-за того, что человек не желает оставить нечестивый образ жизни. Пророк Исаия призывает грешника оставить все, что нечисто. Все, что противно Богу. Он призывает не оставить не только грешные дела, но даже и мысли. В этом и заключается истинное покаяние. Ведь истинное покаяние – это не только исповедовать свой грех, но отвернуться от него полностью и без сожаления. Истинное покаяние заключается в том, чтобы в четвертых обратиться к Богу. Обратите внимание на вторую часть седьмого стиха. «И да обратиться к Господу». Вот в чем смысл истинного покаяния. Истинное покаяние – это разворот на 180 градусов. Это отвернуться от греха и повернуться к Богу. Это возненавидеть все, что грешное, греховное, и полюбить все, что святое. Полюбить Бога, полюбить Его Слово, полюбить молитву, полюбить Церковь. Это и есть истинное покаяние. Обратите внимание на вторую часть седьмого стиха. «И да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Когда человек совершает истинное покаяние, только тогда он может рассчитывать на Божью волю и благодать. Да благословит на всех Господь. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok